Всем привет, я Виктор Стельмах и это мой видеоблог Стельмах про авто. Я рассказываю здесь о том, чего вы не узнаете из официальных релизов автомобильных производителей. Сегодня я тестирую самый роскошный кабриолет Mercedes-Benz. Это кабриолет S-класса. Ну вот, мне выдали вот такой ключик. Сейчас будем искать свою машину. 3412, вот она. Ага, тут уже любопытные крутятся вокруг нее. Немцы называют этот кабриолет возвращением звезды, потому что это самый роскошный кабриолет Mercedes-Benz. И последний раз такой кабриолет выпускался в 1971 году. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вполне можно сказать, что новый кабриолет S-класса стоит дешевле, чем старый. Потому что старый кабриолет S-класса не теряет в цене после того, как проживет долгую жизнь. Совсем недавно старые кабриолеты S-класса 71-го года выпуска были проданы по цене от 290 до 400 тысяч долларов. В то время как новый кабриолет S-класса цены на него стартуют со 140 тысяч евро. У нового кабриолета S-класса, который по-научному называется S500 кабриолет, 8-цилиндровый мотор, мощностью ни много ни мало 455 лошадиных сил. И с этим мотором машина, которая имеет длину больше 5 метров и весит немножко больше, чем 2 тонны, разгоняется до сотни всего-навсего за 4,6 секунды. При этом немцы обещают, что средний расход топлива будет примерно 8,5 литров на 100 километров пути. Проверим. Вот как у него интересно открывается багажник. Вот здесь вот нужно на звездочку нажать, и багажник открылся. Багажник, скажем так, среднего размера, но, как для кабриолета, это кое-что. А сама звездочка имеет еще одну интересную функцию. Вот. Под ней. Сейчас мы закроем, я покажу. Да, сама звездочка имеет еще одну интересную функцию. Под ней расположена камера заднего вида. Вот она. Между прочим, в новом кабриолете S-класса обзор камеры дают на 360 градусов. Оборотов руля от упора до упора. Раз. Два. Ровно два. Всех намазали специально кремом, для того, чтобы никто не обгорел. Интересно, что здесь, несмотря на всю крутость, нет абсолютно никаких модных кнопок старт-стоп. Вот есть ключ. Правда, ключ электронный. Его надо вставить. Вот он сюда вставляется. Левой рукой неудобно это делать. Вот. И повернуть, как обычный ключ, для того, чтобы завести мотор. Вот завелся мотор. Ну, а теперь я просто предлагаю послушать, как звучит Mercedes S-класс кабриолет в версии AMG. Причем водитель может настроить звук так, как ему нравится. Есть два варианта. И, как пишут немцы, каждый из этих вариантов соответствует нормам тишины в городах и селах, принятых в Евросоюзе. Ну что, поехали? Как-то низковато, не очень удобно сидеть. О, вот так-то лучше. Несмотря на то, что я рискую обгореть, кепку я одевать не буду. В такой красивой машине это неэстетично. А скорость не чувствуется абсолютно. Боюсь, меня оштрафуют сегодня. Такая ширина машины, что не дотянешься до правой двери напротив водителя. И, честно сказать, первые 10 или 15 минут к этим габаритам ты привыкаешь. И тебе страшно ехать на такой большой машине. Особенно в Ницце. Там, где узенькие улочки. Крутые развязки, развороты. Да еще и ремонт дороги нам попался. Но через 15 минут ты привыкаешь. Потому что все-таки, как ни крути, обзор в кабриолете роскошный. Где может быть обзор лучше, чем в кабриолете? Ну вот мы и дома. В Каннах. Очень подходящее место для такой машины. А как они тут все едут? Плетутся. Ну и мы, конечно, тоже плетемся. Порядок. Да, в Каннах, как обычно, хорошая погода. Такое впечатление, что тут плохой погоды не бывает. Но мы тут проездом. У нас маршрут немножко дальше. Продолжение следует. Конечно, надо сказать, что на дороге даже в Каннах все тебя уважают. Кроме пешеходов. Этим все равно. Перебегают прямо перед машиной. Хорошо, что в новом кабриолете С-класса есть система, которая помогает избежать наезда на пешехода. И если водитель зазевался, то она сама может притормозить. Ну, а вот это вот живой классик 220 SE кабриолет. Причем живой классик в прямом смысле этого слова. В самом прямом смысле этого слова. Это классик, который живее всех живых. Двери закрыты. И это правильно. Потому что такие автомобили, как я уже рассказывал, на аукционах стоят больше 400 тысяч долларов. Но это же вещь. На самом деле еще неизвестно, кто симпатичнее. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Вот тут в подлокотнике есть такая кнопочка. Открывается подлокотник. И здесь у нас есть три кнопки. Вот эта кнопка поднимает сзади специальный барьер от воздуха. Вот этой кнопкой опускаются стекла. А вот этой кнопкой убирается крыша. Вот сейчас над нами крыша над головой. И сейчас я нажму на эту кнопку и уберу ее. Вот так вот. Вот пошла она сзади складываться. Открылся багажник. И крыша убралась. И сзади багажник закрылся. И тут же поднялись боковые стекла. Вот так вот открывается крыша. Закрывается багажник. И сверху стекло. Ну вот девушка раньше времени отпустила руку. И тут вот остался такой зазор. То есть все работает только тогда, когда ты держишь рукой кнопку. Вот мы сейчас попросили дядю. Дядя нам это сделает лучше все. Вот открывается багажник. Вот сюда вот складывается крыша. И закрывается опять багажник. Все. И поднимаются стекла боковые. Ну вот опять крыша разложилась. Попробуем, будет ли это работать на ходу, как обещают немцы. Крыша складывается, раскладывается на скорости до 60 км в час. И все это занимать должно не больше 20 секунд. Ну в общем-то, я конечно по секундомеру не смотрел. Но похоже, что да, в 20 секунд они укладываются. Посмотрите, как работает камера заднего вида. Камера отличная. Вот крутишь руль, двигаются направляющие. Видно, куда ты едешь. Все просто шикарно. Ну а теперь пришла пора поговорить о том, чего вы не узнаете из официальных релизов автомобильных производителей. Должен сказать, что на ярком солнце лазурного берега карта навигации на приборной панели видна не очень хорошо. Вот эта вот карта. Это мы сейчас стоим в тенечке. То есть можно сказать, что солнце лазурного берега победило высокие немецкие технологии. Правда, не совсем. Почему? Потому что все подсказки навигатора проецируются на приборную панель. Вот, по-моему, сейчас видно. И поэтому никаких проблем с ориентированием нет. Еще могу сказать, что после проезда по серпантинам, после проезда по каннам, Среднее потребление топлива у меня в S500 кабриолет получилось 11,9 литра. То есть это намного больше, чем обещают инженеры Мерседеса. Но с учетом того, сколько лошадиных сил в моторе Мерседес-Бенц S500 кабриолет, это сущие пустяки. И еще одна небольшая деталь, о которой не написано в официальных пресс-релизах. Немцы гордятся тем, что S500 это полноценный четырехместный кабриолет. Вот давайте посмотрим, сколько места сзади под настроенным под меня водительским креслом. Сейчас водительское кресло подъедет ко мне. Ну, вот это да. Я поместился сзади, сам за собой. И у меня еще два пальца от коленей до спинки кресла. Нормально. Должен сказать, что несмотря на то, что это S500 кабриолет, выходить с заднего ряда сидений здесь так же неудобно, как и во всех кабриолетах. Это вот очень интересная штучка видна сзади. Видите, как будто бы два таких вентилятора. Отсюда идет теплый воздух, когда ты на кабриолете едешь на скорости в холодную погоду, и этот теплый воздух греет тебе шею, чтобы ты не простудился. Я, конечно, понимаю, что люди есть разные. Но мне кажется, что по большому счету, кроме цены, ничего плохого о новом Mercedes S-класса кабриолет сказать нельзя. Едет он отлично. Подвеска у него настолько комфортная, что, мне кажется, я никогда на такой комфортной подвеске не ездил. Конечно, надо принимать во внимание, что у Франции дороги получше, чем на территории бывшего СНГ. Но все равно, тут тоже есть лежачие полицейские, тут тоже есть выбоины. Подвеска роскошная. Это настоящий комфортный Mercedes, который буквально плывет. Подписывайтесь на мой видеоблог, читайте мои тесты на автоконсалтинге и слушайте мою программу «Стель Магдас Авто» на Радио Вести.